Царь Небесный, утешитель Дух истины, Ты везде есть, весь мир наполняешь. Сокровищница благ и жизни податель Принесились у нас и очисти нас от всякой скверны. И спаси благой души нашим. Господи, именем Иисуса Христа просим Тебя, Благослови наши занятия и в этот воскресный вечер сам пребудь с нами. Направь нас на всякую истину, не допусти нам уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания смысла. Пребудь с нами, сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему. Хвала же Тебе, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Продолжение следует... Первое послание Иоанна, 3 глава, 2-3 стихи. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем, знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему. Потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает Себя так, как Он чист. Толкование. Апостол как бы так говорит. Из предыдущего вы без сомнения узнали, что мы приняты Богом как дети. Хотя это еще не открылось, однако же не смущайтесь, ибо неизвестно ныне сделается явным, когда Он откроется. И мы, оказавшись подобными Ему, наглядно представим свое усыновление, ибо дети, конечно, подобны Отцу. Имея же дерзновение пред Ним, как дети, мы увидим Его, как Он есть, впрочем, не по естеству, ибо это невозможно для сотворенного существа, а так, что чистые увидят чистого, праведные праведного, ибо подобные пристанут к подобному. Посему-то перед этим не сказал я только, что мы будем подобны Ему, а не одинаковой природой с Ним. Ибо тогда я сказал бы не подобны, а такие же точно, а как этого не будет, то я и сказал подобны, то есть по качеству славы. Заметить также нужно, что апостол не сказал выше всякий, кто сделал или сделает правду, но делающий. Ибо добродетели деятельны и имеют бытие только во время совершения, а когда прекратятся или остаются только в намерении, то не имеют и бытия. Пожалуйста, если есть вопросы. Продолжаем. Первое послание Иоанна, 3 глава, 4-5 стихи. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха». Толкование. Толкование. Разрушение греха не тот грешник или беззаконник, кто совершил или совершит грех, но тот, кто держит со зла и делает зло. Так и праведен не тот, кто не действует, но тот, кто делает правду. «Грех даже и не уместен в вас, ибо Христос явился для разрушения греха. И как сам был непричастен греху, так и вам, соединившимся с ним и утвержденным верой в него, не остается уже места грешить». Это и означают слова «всякий, пребывающий в нем, не согрешает». Стих шестой. Нужно также знать, что грехом называется отпадение от добра, а беззаконие – нарушение положительного закона. Так, секундочку. Продолжение следует... Нужно также знать, что грехом называется отпадение от добра, а беззаконие – нарушение положительного закона. То и другое имеют начало одно – отпадение от добра, а другое – преступление положительного закона. Но в сущности оба схудятся. «Грешник уклонился от цели, назначенной по природе и в природе, ибо цель человеческой природы – жить по разуму, далеко устранив неразумие. Точно так же и беззаконник, неудерживо стремясь к злу, приступает закон, вложенный в природу». Так, желающий добавить, поговорить на эту тему, что за закон природы. Кто может пояснить, о чём здесь нам толковать, говорит? «Грешник, беззаконник» – вот разницу нам предоставляют. «Но у сущностей они оба сходятся». То есть он говорит, что в природе жить по разуму. То есть человеческая цель, человеческая природа – жить по разуму, далеко устранив неразумие. Но посмотришь на этот мир грешный, прелюбодейный и подумаешь, они сошли с ума. Люди сошли с ума, то есть они выбрали ложный путь и живут не по разуму. Делают безумные поступки, грешат, а грех ведёт к смерти. Любое разумное существо хочет жить. Ну а неразумно поступает тот, кто делает. Я на том занятии читал в притче Соломона, первую главу. И там написано, первое начало премудрости – страх Господень. И тот, кто им руководствуется, праведник, он разумен. А дальше неразумные пойдут по путям своим, и как буря, но летит на них несчастье и бедствие. И они погибнут. Ну, первая глава читал, начиная с четвёртого стиха, а потом дальше с девятого и по двадцатый. О неразумии и разуме написано. Страх Господень – разум. Не принять страх Господень, то есть премудрость не принять, то есть слава Божие не принимать – это неразумие. Можно ещё почитать, если желание есть. Можно открыть даже, откроем себя. Чти ещё. Когда в безумии в сердце своём нет Бога, то есть безумные слова неразумные, да. Вот это тоже суда, да. Все атеисты, они все безумные люди. Не сама ли природа учит вас? То есть язычники, они могли узнать Бога по взгляду на природу. Ну, небо, звёзды, ну кто-то же это же сотворил всё это. Неужели вам разум ваш не подсказывает, что это никакие не ложные Боги всё это делали, а творец? И ещё хочу, можно сказать, вот там такая строчка есть, что грех приравнивается к неделанию добра. И вот хотел как раз сказать, что у нас вот сейчас в храмах, да не только в наших православных вообще, и в католике, да везде, защита Отечества первым делом. То есть надо, чтобы молодые люди шли, и верующие всякие разные, их благословляют священники, и чтобы они поднимали оружие и убивали. А ведь ещё Господь в Ветхом Завете сказал – не убей. Только не раскрыл как следует это всё. А в Новом Завете Христос сказал – люби врагов. И тут всё понятно, что не убить человека другого, то есть не сделать ему зло – это есть добро. И сам Господь говорит, ну через... Что не протився злому. Злом. А хотел поставить злу – добро. Ну вот Сергей Евтушенко пишет – мир как раз живёт по разуму, но по разуму низкому, плоскому. Ну я тоже слышал такое, что вот этот низкий, плоской разум, они люди плоские, они так размышляют. Чужое себе присвоил – это хорошо. У меня забрали моё – это плохо. То есть вот так вот они. Чужую жену себе взял – это хорошо. У меня – это плохо. То есть вот такое у них развлечение добра и злая. Как бы по низкому, плоскому, по разуму живут. Недуховные люди. И здесь нам апостол Иоанн, не нам, но тогда он писал это послание, кому он это писал, людям верующим. Но это наших дней это дошло, конечно. И нам он это пишет. Для чего Христос явился? Для того, чтобы взять грехи наши. И что в нем нет греха. И мы теперь должны от этой плоской жизни, как раньше мы делали дела беззаконные, служили закону греха, что нам дьявол говорил, то мы и делали. Ибо Бога не знали, не могли противостоять Его силе, потому что без Христа это невозможно. И как вы служили греху, мы в молитве утренней, так ныне дай нам послужить Господи вот тебе. И об этом нужно молиться и просить, и просить ей дано будет вам. Ешь больше, спи дольше, а в конце на могиле лопух. Цитата Игнатия Тихонича Алапкина. Вот очень хорошая религия, убаюкивающая, но все равно лопух будет. Так вот сейчас на лопу иду. У нас то есть... Нет, христианство говорит, что впереди таких людей ждет от вечной мучения. Притча о богаче и Лазаре об этом говорит. То есть он жил по такому принципу бедняк, просил у него есть и богач, будучи в руках написано. Тут одно только непонятно. Закон, вложенный природой. Вот здесь... Почему природой-то, а не богом? То есть как бы уже то, что Господь сотворил, это и есть природа, и там все понятно, потому что Адам, он возделывателем был. Он исполнял слово Господне, жил со зверями. То есть он был как ветеринар, или как там назвать его, любитель животных, имена им давал. То есть вкушал от деревьев, от того, которое нельзя, он не вкушал. Ну пока Ева не появилась, конечно. То есть вот это и есть природа. Или уже в конце, потому что ведь это как бы Адаму чего-то не хватало, и Господь теперь усыпил его и дал ему жену через ребро его. То есть как бы еще подделано было немножко. Как бы Конституции, еще такой дополнительный закон. Или теперь вот это вот уже природа. Вопросы. Так, желающие есть ответить на этот вопрос? Что это? Какая природа имеется в виду здесь? Нету никого. Игнать, Игорь, желаете на этот вопрос с нами? А что? А что нужно знать? Игорь спросил, о какой природе говорит толкователь? Он говорит, что сама природа подсказывает. Ну та, которая окружает. Нет, там он ссылается на разум, что природа... Ну мы должны это понимать. Сама природа учит. Когда мы смотрим, мы учимся у природы. Пойди к муравью, природа научит, как трудиться. Пойди к пчелле, посмотри. Шестая глава, шестой стих, полная Библия. С неканоническими книгами. Так и в человеке. Не сама ли природа учит, что у мужчины борода растет, а у женщины нет? По природе у нее нет. А если растет, какие-то гормоны сбиты, а что-то у нее там связано с органами. И так не растет, когда это тоже ненормально. А так обычно, 99,9% есть борода, там нет. А теперь обращается к волосам. И здесь точно так же. Природа говорит о том, что женщина слабее. Ну конечно, в большинстве случаев. Она более уязвимая. Ну да. Вот Кресевра, Саната, Льва Толстого. Там они как были, гуляли. А вы что делали? От мужчины еще в доме не прибудет. А женщина, представь, дочь, она беременная. И дальше от кого принесла? Как верещать? Что? Она не знает. Нетрезвая была. Вот и весь ответ. Не сама ли природа учит, что женщину более уязвима? Ее более надо охранять. Ничего не жалеть. Охрану нанимаешь. Что угодно делаешь. Сохрани ее. Не сама ли природа учит? Маленький ребенок. Это любая кошка, котенка защищает. Птичка своего птица, даже голубь, который никогда не клюнет. А в гнезде сидит, когда малыш, и она руку долбит. Не сама ли природа учит, что надо защищать? А убивать нету. В природе нигде этого нету, чтобы дым создавали, курили изо рта. Не сама ли природа учит, что это делать нельзя? Выхлопной трубы нету. То есть то, что в природе, мы должны это видеть и применять к себе. Тут никаких духовных откровений нету. Природа открыта всем. Вот возьми простой пример. Сократ. Сидит со своими учениками. А жена недовольна, что он с ними сидит. Делать-то ничего не делается. Она была у нее очень сердитая, как сантипа. Ну, просто злая. Есть свидетельства, что специально, зная, какой у нее характер, женился на ней, чтобы характер свой выработать, отточить. А то вообще труднообъяснимо. Она начала его поносить. Сидишь тут целыми днями, лысиной сверкаешь. Тут пошел там он не загорожено, там садить надо. А эти сидят, рты разинули. Что он вам сказал-то? А он как сидел, так и сидит. Она берет лохань и бултык со второго этажа на голову. Ну, что по-нашему-то было бы-то. Он вытер голову и говорит, ну, я знал, как в природе-то. Если гром идет, то дождь обязательно будет. Вот и все. Я что могу сказать? Так, природа. Больше еще не надо тут. Смотреть надо внимательно и переносить на себя. Птицы рано встают, рано. Не сама ли природа учат, что рано надо вставать? Кто в деревне был, посмотрите, когда грачи, как они рано доставят. Темно еще. Еще четыре с чем-то часа. А грачи уже летят. Воробей долго спит. А ему никуда не уезжать. Он на своем месте сидит, спит. Вот в природе внимательно смотреть и многому можно учиться. Господь и говорил, посмотрите на птиц небесных. Не сеют, не жнут, а Отец Небесный питает их. А вы чего уж так хлешитесь-то? Вот не хватит, там прокормить никак. Да Господь как-то делает их. Кто даст тебе? Просыпал кто-то. Вот нынче просыпал, а машина у нас там опрокинулась. Гороху мы набрали-то с Володей. Семь мешков это определенно. А потом провеяли их и другим стали давать. А у Андрея там такая рушилка есть. Он машиной дробит пшеницу, там свиньям запаривает-то. А мы принесли горох туда. Он его сыпет, он прям сразу его в муку превращает. Гороховая мука. Надо тут предложить кому-то. Прям размачивать. Прям тут же размачивай и ешь. Так что в природе есть это и здесь. Прям дает Господь. То птица какая-то, то еще что-то. Кто видел так, чтобы в природе курица в день два яйца несла? Я таких людей не встречал. Никто этого подтвердить не может. А протопопа вакуум говорит. Одна курица была в дороге. И все, каждый день два яйца сносила. Это вопреки природе. А Господь иногда меняет. Чтобы как-то облегчить участь человека. Не только на птиц небесных посмотреть, и на зверей, птицы гнезда имеют. Лисицы норы. Мы смотрим, правда, нора. Особенно барсук делает входы, выходы у него горница, спать, кладовая. И что интересно, лиса сама не умеет так рыть-то. А ей нравится это. И когда барсука нет, он уйдет на работу. Вот она к нему залазит в комнату и начинает везде оправляться в комнате. Там ему на пижаму запачкает. Простыни ему все запачкает. Он придет, ну все пропиталось лисинным-то. Отходом это. Он, говорит, фыркнет оттуда. Идет в другое место, копает снова. А она отбила. Вот так от природы люди берут гадостью всякой. Добрых людей выживают со своих квартир. Если внимательно смотреть, природа много дает уроков нам. Все, отошел. Спасибо, Христос. Первая Иоанна, 3 глава, 6-7 стих. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий, согрешающий, не видел его и не познал его. Дети, да не оборщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Полкование. То есть, кто неослабно следует за добродетелями и никогда не перестает совершать их. «Сказав, что Сын Божий явился, и что Он явился для того, чтобы не сотворившись своего греха взять, то есть уничтожить наш грех, прибавляет, всякий согрешающий не видел его». Если вы, говорит, когда Он явился, увидели его, и вследствие видения его получили силу не уступать греху, как совершенно утвердившиеся в нем, то очевидно, что те, которые грешат, не видели его и потому не познали его. Под видением его, разумеет, не видение простым прикосновением глаза или легким воспроизведением в своем воображении чего-либо известного, но нежелание сколько-нибудь обсудить и разузнать дело и присоединиться к нему, как мы выше говорили. Сказав же это, утвердительно заповедует, да не оборщает вас никто. Смысл такой. Кто делает правду, тот познал праведного и праведен, как и Он, то есть Бог. Напротив, кто делает грех, тот от грешника, то есть от дьявола, так как он грешит от начала. Посему Бог, пекущийся о создании своем, сам, будучи правдой и святостью, открылся, то есть явился в мир, чтобы уничтожить дела дьявола. Вопросы, может быть, какие-то есть? Может, недопонимание, мы уже говорили на эту тему, что как так? Написано, не грешит, а я грешу, так значит, что я не познал Бога, что ли? Богу же такие вопросы задают. Значит, что я от дьявола? Писание говорит, что мы согрешаем, и кто говорит, что он не без греха, тот обманывает себя. Оказалось бы, такое противоречие. Опять к этому вопросу возвращаемся, который раз. Желающие расставить точки над «и» есть у вас средь нас. Греху нет места там, где есть видение и познание Бога. Можно сказать, брат? Можно. 1 Иоанна 5,18, это когда мы уже потом дальше будем проходить, там сказано, что хранит себя, то есть рождённый от Бога не грешит, но рождённый от Бога хранит себя, и лукаво к нему не прикасается. Слово «хранит», то есть в своей свободной воле. К чему у тебя душа тянется? К греху или к святости, непорочности? И Игнатих очень часто приводит слова Златоуста, Иоанна Златоуста, что когда мы делаем грех, мы где-то от дьявола рождаемся. А когда делаем добро, рождаемся от Бога. Всё у меня. Ну а как ты сказал, невозможно служить Богу и мамонне. Как так, человек? Кто туда служит, кто сюда. Кто грех делает, кто от дьявола, кто опять от Бога рождает. Одновременно, Серёжа. Невозможно одновременно служить Богу и мамонне. То есть ты или Богу служишь, или мамонне. Одновременно никак нельзя. То есть, ну, между вашим и нашим, там, моя хата с краю. Это не пройдёт. Согрешаешь, служишь дьяволу. Веруешь Господа, слова Его. Подобен Христу, ну, и Его в сущности. Одно дело, когда ты споткнулся, упал, как говорится, согрешил где-то, и попросил прощения, у Господа поднялся. То есть. А другое дело, когда ты пребываешь в грехе. То есть, повторяешь этот грех осознанно, это ты, значит, служитель дьявола. Знаешь, что это грех, и каждый день его повторяешь. А если раз, нечаянно, как говорится, бес попутал, пришёл покаяние, то это ты не служитель греха, а ты просто споткнувшаяся овечка. Вот. Церковь вращует эту рану, идёшь на исповедь, и эпитемья какая-то может быть наложена, за этот грех ты каешься. Вот. И впредь этот грех уже не повторяешь. Тогда ты служишь Богу, получается. И нет места греха в твоей души, он тебе противен. Перед этим мы говорили, что как так? То, которого не хочу, делаю. А то, чего не хочу, то делаю. То есть, не хочу делать грех, но я делаю. Бедный я человек. То есть, что это апостол Павел? Павел именно про себя он пишет. Да что, он грешник такой, что ли? Да нет же, он пишет про человеческую природу. Пашу. Перед этим мы говорили о природе, которую Бог сотворил. Она, как говорится, душа по природе христианка. Она, христианка, по природе, в раю была безгрешная. Сейчас падшая природа. Природа человеческая, склонная ко греху. Склонная, и в то же время Христос дал силы противостояния этому греху. То есть, христиане, будучи склонными ко греху, имеют в себе Христа и способны противостать этому греху. Я, он связан, сидит на цепи, но он еще не уничтожен до конца. Это будет во второе пришествие. Он посылает своих кривлетов, кривлетов, которые нас наусь и будут делать грех. То есть, мысли злые, нехорошие, разорождаются в нашей голове, если мы их не просекаем, не молимся, не бодрствуем, не храним себя, как брат Манимир. Правильно заметил. Но мы впадаем в этот грех, спотыкаемся, не выйдет в лужу, не обошли, плюхнулись в грязь, подножку эту не распознали. Может быть, опыта духовного было, может быть, советник, который рядом не был, посоветовал бы, который не поступать так или иначе, более опытный. Бывают грехи в ведении, не в ведении. То есть, человек и не знал, что это грех. Грех обнаруживается посредством закона. Не было закона, не было из-за греха, не было светофоров у нас в городе. Все ездили, как попало, появился светофор, красный загорелся, проехал, все, нарушитель, плати штраф, лишайся прав, так и здесь. Был Ветхий Завет, который за грех повелевал убивать человека. Побейте камнями. Женщину, взятую в пролюбодеянии, что повелевает? У Христа спрашивают в законе. В первом, все понимали, что он должен сказать побить камнями. Но Христос, он так и сказал, кто из вас без греха первый бросит с нее камень. То есть, он не отвергает этот Ветхий Завет, потому что он и вон, законодатель. И что же произошло? И они, будучи обречаемы совестью, все разошлись. Вот в чем загрузка. Сережа, написано, что хулана Духа Святого не прощается. Даже если человек говорит, похулит сына человечества, то простится ему. А хулана Духа Святого не прощается. То есть, Господь прощает грехи. Но есть некоторые грехи к смерти написано даже. То есть, за которые даже молиться нельзя. Ну, как это определять? Вот это сложно. Но, однако, они есть, и о них говорится. Ну, там, я бы не сказал бы, что нельзя, а бесполезно, правильнее было бы сказать, потому что человек, похулив Духа Святого, он уже не собирается раскаиваться в этом. То есть, он осознанно встал на путь хуления Бога и Духа Святого. И назад пути он не видит и не желает. Это его свободная воля. И его свободную волю нашими молитвами уже мы не можем никак переделать. Вот. Если, допустим, человек говорит, Господи, что мне делать? Я похулил Духа Святого. Нет мне прощения. Значит, он еще не похулил. Значит, есть надежда, есть начало покаяния, значит, будет и конец этого покаяния. И Господь его простит, он пойдет на исповедь, и батюшка скажет, властью данной мне от Бога прощаются тебе грехи. И у него как, ну, все знают, может быть и не все, я, по крайней мере, знаю это состояние, когда как вот, как камень с плеч. То есть, ты освобождаешься от греха, то есть, ты его исповедуешь, он тебе противен, тебя совесть давит, мучает, но ты рассказал, исповедовал, поделился, услышал от священнослужителя слова, властью данную мне от Бога прощаются тебе грехи, и ты, ух, все, и ты очищенный, идешь, вот, а если тебе еще эпитемию наложили, ты с радостью ее выполняешь, зная, что ты грешный и заслуживаешь этого эпитемии церковного наказания. Другое дело, что у нас сегодня в нашей московской патриархии эту эпитемию не назначают. Ну, что там, сто поклонов, а она там дитя в утробе удавила, ну и что, она завтра пойдет и опять удавит его от порт. А когда знаешь, что тебе идти исповедовать и уже у тебя заслон перед этим грехом, ты пребываешь во Христе и Он охраняет тебя от этого греха своей благодать, силой своей. Да, Игорь, тихо. Открой Иеремию 7,16. Ты же не проси за этот народ и не возноси за них молитвы и прошения и не ходатайствуй предо мною, ибо я не услышу тебя. Ни о какой хуле на Духа Святого еще и речи нет. Теперь первое послание Иоанна, которое проходишь 5,16. Не услышит. Здесь никаких открытий-то нету, но когда начинаешь вникать, глубокая тайна. Это не откровение, апокалипсис. Согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь. То есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Видишь, как. Значит, надо различать духов. А вот перед этим, который считали, к лживому ложь подходит. К нему обязательно какие-то люди, какая-то информация подходит. И он душой своей не поднимет. А я прочитал. И дальше он, ну вот, видели тут, какие там нападают, говорят там Максимов, там, Георгий, другие. Ему ничего не надо. Почему? Все садится на него и проникает в сердце. Ему говорят правду, он ничего не может принять. Почему? Он пропитался ложью. И правда ему не принадлежит. Он не может ее про... Она не проходит у него по мозговым жилам-то, по каналам мозга. Ложь, он сразу на ходу ее обрабатывает, она проскальзывает. Он живет. Почему? Сродство. Сродство с дьяволом, не с Богом. У него нет страха, никакого нет, ничего нет. И таких мы встречаем особенно здесь в интернете сколько угодно. А почему? Не молятся, не очищены. Нет крещения Духом Святым. Человек движется природным. А природным в природе здесь он привык зло делать, корябаться, как какая-то дикая кошка или что-то. Как это лиса в норе у барсука. И вот это место, которое сейчас проходите, это очень сложное место, где надо все время размышлять, смотреть, почему нельзя, как так неправда. и поэтому желательно каким-то образом выделить время еще раз прочитать, а может сейчас. И на каждом слове останавливаться. Он говорит о любви и о неправде. А это глубокая наука. Вот я говорю, когда я первый раз услышал Тиана Златоуста, когда он говорит Евангелие вторично, как вторично, оно же на первом месте по времени и по рассуждению. На первом месте совесть. Вот я много читал про совесть. Там Ян Касьян, что говорит, Марк, Марк, Авва, Марк. У меня есть своя наработка. Что такое совесть? Совесть это тот участок души, не душа, участок какой-то, через который слышится голос Божий. Ян Златоуст говорит, Моисей когда написал первую книгу Бытия? Ну, 3600 лет от наших дней. А как до этого жили? А так, как считаем мы послание Крима, совесть то судит, то оправдывает. А у человека это нет, сожженная совесть, Павел говорит, сожженная, бессовестная. Поэтому упрекать бессовестность это очень опасно, можно согрешить. Ну, а иногда видно, любая ложь, она на него заходит, он сидит, ему за это платят, он оправдывает это, ну, но все это временное. Даже оглянуться не успеет, как уже расплата подойдет, как у индийцев карма, эта карма накроет его. А люди будут говорить, ой, да такой хороший батюшка был, и как так могло случиться? Вы не знаете, что в закромах этой хорошей. Хороших в аду очень много. Он голос Божий видит, выгодно этого человека поносить, отца Владимира. Они сразу бросились на него головина, начали пожирать. Сказал там один другой, они договорились, а там шайка братья своя. Бросились на Андрея Ткачевого. Им разницы нет. Вот как-то на меня Бог милует, они по одному вылазят. Кодлые все не вылазят. Иначе придется дать сражение. Вот как. А почему Бог допускает такое? Почему? Потому что гонений нету, расслабились, а Господь допускает вот такое гонение. Участь им, такая должность выпала, клеветать, поносить. И поэтому с позиции вечности, если воображение развито, наступил судь Божий, мы воскресли, а у него ничем откроем поношение этой. И я ему не просил. Я сегодня говорил об этом. Я прощаю, но надо любить. Молитва без любви, она тебе только не до него доходит. Его полюбить, а я его не могу полюбить. Он безобразник, сколько душ он погубил. Задача полюбить. Жене был. А у мужчины любить жену, а ее любить в дом пускать не надо даже. Она что попало делает? Уходит к подруге, а сама с чужим мужиком. Ты можешь разместить и в то же время любить. Гадости говорит любить. Любить и все. А ей еще только слушайся и даже не думай ни о чем. А мы считаем, что женщины трудно, как они любят стонать. Ей легко в этом вопросе. Легко. Где она ошиблась? Муж рядом. Он сказал, слушай, ты что делаешь это? А мужчина должен слышать голос Божий, потому что ему глава Христос, а ей глава муж. И глава говорит, в голове есть язык. А ей дети должны слушаться. Это власть от Бога, родители над детьми. Это власть. мы привыкли так вот женится ребенок от первого брака. Мальчик уже большой. И ничего нету, сошлись, папой зови его, папой, какой у меня папа? А я не обещался его слушаться буду. А раньше было так. Это таинство совершалось в присутствии сына. Венчание идет, и сын рядом стоит. А теперь до него добирается священник. Ты слушаться будешь его? Но ему уже сказали, что нужно делать. Он отвечает да и ложится на порог. И мужчина, который его теперь усыновляет, наступает ногой ему на шею. Ну, не больно. То есть он отдает себя в полное распоряжение отчима, который будет его кормить и защищать. Попробуй сегодня сказать, да такое унижение, да то другое. А в монашесках как принимают? Я видел, епископ берет ножницы, начинает говорить о трудностях монашеской жизни, и постригать я тебя не буду. Ну, и стоит там, где впереди, вот Покровский собор, и он оттуда бросает ножницы, а ножницы так подскакивают, и плитка же, ну, как скользкая-то, и они ножницы подскакивают и катятся к самому порогу. А народу по-пластунски за этими ножницами лёжа, прямо как вот разведчик. Пластуны их называли в царской армии. Этот пластун берёт ножницы эти, и с ножницами ползёт обратно к епископу, а он стоит, его ждёт. Он опять говорит о трудности и бросает как бы с гневом. Что тебе постригать-то? Живи, как жил-то. А он опять ползёт. И мой епископом охота. У него там уже мантия сшитая, клобук. Я видел, как монашество. И Андрей Кураев об этом говорит. Ты не знаешь правила. Вот у тебя всё отнят, всё, ничего нету, нету. И он тебя в любой день, не объясняя причину, может выгнать. У тебя ничего нету. Один вокзал, если тебя не заберут. И ты куда идёшь? Что такое монашество? Тут это не монахи, как говорил Игнатий Сложно. Какая процедура воцерковления, это поганое слово, а в чинение в его чин. Такое слово редкое. Ну вот и всё. Так, тут Олег написал в чате, вот, берёт ссылку Альбеда Фауэр, так. Она пишет, силой духа святого мы не допускаем грех. А Олег говорит, не допускаем. и приводит, Давид грешил. Прокомментируйте, пожалуйста, вот это. Почему и было сказано, бодрствуй, грех лежит у дверей, но ты господствуй над ним. Грех лежит у дверей. Может пасть? Может, любой может. Как только благодать отошла, как Серафим Саровский, когда меня Господь покидал, я говорил неправду. Он сознаётся. Это сложные вопросы, и их нужно обсуждать. Обсуждать может тот, кто на деле боролся, победил и говорит. Не просто умом и языком. Делом, жизнью подтверждать надо. По правде жить непросто. Вот сейчас сказали бы, за правду платят что-то где-то, а за неправду тебя будут наказывать или что-то. Ну, тут можно так придумать-то. Ведь если правду сейчас включить, государство развалится. Вот поистине, чтобы всё было-то. Никакой взятки, никакой милиционер не берёт. Лоббирование интересов прекратилось. Депутаты собрались и говорят, да как это я могу получать миллион рублей, когда получают люди 8 тысяч только. Даже неправда. Я не трачу столько энергии-то. Что было бы дальше-то? И президент бы так же сказал, а мне за что платить? Вон Коста-Рика там где-то. Он огород возделывает. И всё, президент. И отказался, ничего не получает. От своего дохода живёт. А тут только две женщины подвернулся. Что-то нога подвернулась или трап покачнулся. Он упал на землю. А рядом гренадёры стоят. И вот ну что упал. Считается унизил себя. И он сразу поцеловал землю. Ой, ты родина моя. Я вернулся к тебе. Как будто он специально это сделал. ну а так уже сохранилось. Ну и солдаты подражать стали видимо. Родная земля поцеловал ничего в этом нет. Наоборот растроганный военачальник жизнь. немножко перефразирую чтобы понятнее было. Силой Духа Святого мы не допускаем грех. Я перефразирую. Силой Духа Святого мы можем противостать греху. Да и аминь. И кто скажет что нет силой Святого Духа мы не можем противостать греху. Да будет анафема. Я прав или нет? Это все правильно но возможность это всегда остается. Я не спорю. Я говорю лишь о том что утверждение что мы силой Святого Духа не можем победить грех это слова богохульные. И здесь мне повиделось это богохульство допускаем если рассуждать что вероятность падения я не говорю что это я сам падал с Духи Святого и восставал кто же этого не знает но я сам и побеждал а говорит что я не могу победить грех если во мне Духа Святого нет значит богохульство самое настоящее а для чего тогда Христос проходил для чего тогда он посылал Духа Святого 1 Иоанна 3 8 кто делает грех тот от дьявола потому что сначала дьявол согрешил для сего то и явился Сын Божий чтобы разрушить дела дьявола толкованием так как дьявол постоянно общается в грехе обращается в грехе а то всякий кто грешит становится сторонником дьявола ибо дьявол предначинает в человеке грех внушая ему лукавые помыслы как иуде Иван Глятана 3 2 13 2 давайте вспомним и во время вечери когда дьявол уже вложил сердце Иуде Симонову Искариоту предать его то есть дьявол внушил Иуде предать его не сам Иуда дьявол Иуда мог противостоять конечно мог но не захотел почему одну из причин там указывается потому что это был вор то есть жил в грехе воровал с ящиков которые клали он знал что это плохо что клали то не ему а на дело Божие а он себе присваивал так же как дети Ирии приносили жертвы жертвы в храм а они сначала сами ели и отец кто их не мог никак их вразумлял все что нужно было делать злотолос говорит изгонять вязать и порвать был бы прав а если он этого не делал ой бог наказал их детей и его усыновывал иной скажет как дьявол бывает в тех которые грешат когда они прежде него согрешили уже тем что дали ему место тому должно сказать что делать грех и давать место дьяволу одно и то же ибо дает ему место тот кто грешит подчинившись похоти а с принятием его уже и надежью совершает грех ибо это значит делать грех хорошо сказано кто делает а не сделавший и в том отношении что покаявшийся уже не от дьявола но от него только тот кто совершает грех так и раб греха есть тот кто делает а не тот кто сделал ибо всякий делающий грех есть раб греха пожалуйста вопросов вот она и как бы толкования в чем спорта у нас возник делает грех и сделал 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 и покаялся не нужно говорить что человек грешит он не грешит споткнулся упал обрекнулся овечка она не валяется в грязи ты увидел на овечке грязь а она в грязи валяется не валяется она споткнулась упала идет в баню улица а вот свинья она лежит и хлюкает это ее место также делающий грех есть раб греха а вот свинья не мельчите вечер перед свиньями и свиньи названы люди верующие которые пребывают в грехе как свинья так же справляется как вымытая свинья идет валяться в грязи и как пес возвращается на свой блевочек так и мы познавшие истину возвращаемся вот к этому греху лучше бы нам было не родиться чем познавшие истину опять делать этот грех сергей игнатов пишет очень многие священники особенно из числа капелланов новой в украине православной церкви украины постоянно подогревает патриотические настроения среди солдат воюющих в донбассе против русскоязычного населения донбасса поддержанного казачеством и добровольцами из россии которые не приняли новую власть и и отказались ей подчиниться ну что тут сказать вот он и серёжа и в обратку скажем что очень много почти все священники в россии они молятся за победу оружия в донбассе наоборот чё нашла коса на камень они все такие священники потому что неправильный вход в церковь самого начала берут пацанов садят их за парты и учат их на священников это маразматизм называется самый настоящий выучить можно хоть на кого только не на священников потому что священство это таинство от бога самого христос выбирает себе священников а тут выбора никакого нету потому что верующих никуда не допускают вот сам сергей павлович же и пошел к нам сюда в семинарию и только сказал одно слово о войне что воевать нельзя сразу был изгнан ну и так далее там столько выдумок всяких разных туда даже близко подходить нельзя когда тебя выбирают в священнике так что они везде хороши все вы судары нехороши обе вы хороши вот так сказано какой-то мужчина сегодня елена и на тихонь слышите меня в прошлый раз елена фауру не могла помолиться сегодня пожалуйста в конце занятий предложите ей елене фауру помолиться она просит хорошо просила передать вам потому что вы назначаете молящегося в конце занятий екатерина пишет возрожденный христианин продолжает бороться с воздействием на него плоских вожделений одолевать которые он может только при помощи духа святого галатам пятая глава шестнадцатого по двадцать шестой их ну я думаю надо прочитать раз на этом заостряю внимание сестра галатам пять шестнадцать двадцать шестнадцатого стиха я говорю поступайте по духу и вы не будете исполнять вожделений плоти ибо плоти желает противного духу а дух противного плоти они друг другу противятся так что вы не то делаете что хотели бы если же вы духом будетесь то вы не под законом дела плоти известны они суть прелюбодеяния блудни чистота непотребства и домослужения волшебство вражда ссоры зависть гнев распри разногласия соблазны ереси ненависть убийство пьянство пищевство и тому подобное предваряю вас как и прежде предварял что поступающие так царство божие не наследуют вот кому он пишет галатам к верующим или к неверующим верующим конечно он предостерегает но что не прелюбодеи блудники волшебники то да нет конечно но они в этих грехах падение человека такие грехах падение человека вот поэтому и предостерегает еще раз не расслышал я в этих грехах падение человека в любой человек от этих грехов может пасть ну допустим волшебство а я не паду и вдруг ребенок заболел и никто не помогает из врачей а тебе кто-то сказал а вот там бабушка помогает и ты все пренебрег забыл христа и пошел туда и пойдут и идут это так просто пример и торгуют там шепчут нашептывают там воду брызгают и младенец выздоравливают еще ну или там не младенец какая разница и верят в это и падают на этом читаем дальше первое послание и она 3 глава 9 10 стихи всякий рожденный от бога не делает греха потому что семя его пребывает в нем и он не может грешить потому что рожден от бога дети божии и дети дьявола узнаются так всякие не делающие правды есть от бога но простите всякие не делающие правды не есть от бога равно и не любящие брата своего толкования вся кто делает грех потому что грешит есть от дьявола и называется сыном дьявола как апостол павел сказал елими сын дьявола перестанешь ли ты совращать с прямых путей господи в деянии 13 10 очевидно и тот кто рожден от бога будучи сыном божиим не грешит потому что семя его божия то есть или дух с большой буквы которого мы получили через дар которого удостоились и который пребывая у нас соделывает ум наш недопускающим греха или же сам христос который обитая в верующих соделывает их сынами божиими как и сам христос в семени авраама есть сын авраамов матфея 1 1 и в семени авраама сказано то есть во христе благословятся народы бытие 12 3 галатам 13 16 давайте вспомним бытие 12 3 я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну и благословляться в тебе все племена земные то есть это бог говорит кому сказал господь авраам а о ком о христе потому что потомок христос авраама сын давида они привыкли подавит авраам и галатам 3 16 давайте вспомним но авраам даны были обетования и семени его не сказано и потомкам как бы о многих но как об одном и семени твоему которая есть христос вот какие обетования были авраам что от его семени родится спаситель христос объяснение златоуста всякий раз как мы грешим мы рождаемся от дьявола а всякий раз как совершаем добродетеля рождаемся от бога потому что семя его пребывает в нем 1 на 3 9 вот считали только что семя его пребывает в нем раз семя его пребывает в нем поэтому он и не делает греха слово божие предотвращает нас от всякого греха семенем называет духа которого мы получаем через крещение или который пребывая в нас делает ум наш не допускающим греха если же кто не родится от бога тот не получает духа святого иное объяснение семя божие есть христос который обитая в верующих их соделывает их с сынами божьими так семене абраама который есть христос благословляются все народы иначе семенем называет первое поколение родоначальника отличающиеся добродетелями родоначальник своими добродетелями как бы орошает свое племя и чем сам приобрел славу тем и своим преемникам дает возможность быть в славе особенно если они соблюдут достоинство предка своего не омраченными ибо они доставляют славу не всякому без разбора почему иудеи хотя и напрасно говорили христу ну и семя абраамова евангелия цена 8 33 то есть если мы христиане то наш родоначальник христос он безгрешен если он в нас живет если мы в его учении живем то он наш противится греху кто духа христова не имеет тот и не его то есть дух христов или святой дух что одно и то же подсказывает нам как избежать греха как противостоять греху то есть мы бодрствуем молимся просим и удерживаем воздерживаемся от греха вот вот еще подсказывают ум надо держать в молитве постоянно ну еще святые учат держите ум держи ум во аде и во век не совершишь то есть помни о гиене огненной бойся вот это тебя удержит от греха причем обещание наказания больше действует на человека чем обещание будущих благ то есть если бы вам сказали что вот не будешь делать греха и упадешь в рай ну неизвестно человек мог бы пасть ну рай что такое рай как то без рая могу обойтись а вот если человеку внушить как мама Игнатия Тихоновича внушила с детства боясь ко греху как то сумела она это сделать вот устрашить и ребенок вот вырос не впавши в тяжкие грехи слава Богу то есть семя аврамова то есть они говорили то есть это не плотское семя а духовное то есть мы по духу должны быть родственники авраму они по плоти но мы христиане поэтому по духу поступать должны они то что мы православные это еще ничего не говорит то тоже то не говорили что мы семя уравнуваем немало не поможет нас 80 процентов россии называют себя православным а начни спрашивать о их вере что за вера такая да и не могут рассказать как я сколько раз разговариваю человека веришь что Христос воскресе верю во что ты воскреснешь веришь тишина не евангельская вера это почему это не надо что он воскреснет что на суд пойдет отвечать будет свои дела а зачем ему Бог служит здесь на земле и сейчас квартира машина дача жена красивая дети чтобы не болели а кто только в этой жизни надеется на христа тот несчастнее всех человек христос не так учил он ведь в этой жизни будете иметь скорби печали тяжек путь тернистых грузок путь ведущий в царство небесное а широк путь ведущий в погибель и мы христиане осознанно по своей воле встаем на этот тернистый тяжелый путь ради царства небесного ради жизни вечной жизни вечной со Христом зная что в этой жизни временной плоской нас будут поносить унижать оскорблять с работы увольнять там гнать всячески злословить неправильно ну вот я думаю разобрались мы что такое грех то есть как противостоять греху самому человеку это невозможно только при помощи божьей это делается вот и кто говорит что это невозможно противостоять греху тут неправ конечно и тот же кто говорит что я вот теперь в духе святого я никогда не согрешаю обманывать самого себя все согрешаем то есть можем противостоять но можем и споткнуться то есть кто думает что он стоит бойся чтобы не упасть значит есть такая возможность вероятность так сказать есть исключать это ее тоже ни в коем случае нельзя как сигнанты говорят а мы спасенные мы уверовали мы спасенные сами блудят спасенные и умом и телом причем блудят то есть мы надеемся что дух святой оградит нас от греха и мы молимся и бодрствуем но не надо забывать что природа склонная к греху паша хотя мы получили в крещении залог духа святого но еще будет наша есть свободная а раз она свободна то и вероятность согрешить имеется и не согрешить имеется то есть вот как сам себя хранить пишет так и так братья давайте вопросы у кого есть Игнаю Тихоновичу задавайте пожалуйста я говорю братья потому что имею ввиду что и сестры тоже Елена Фауэр пишет а лукавый так и лезет чтоб человек согрешил да писание говорит ходит как рыкающий лев ища кого поглотить у него работа такая елена пишет потому и легче быть сектантом так как права славе нет никаких гарантий правильно нет гарантии Ну а там-то ложные гарантии, там обольщение. Там гарантия, что ты в аду будешь, что тебя обманывают, что ты уже спасенный. Ничего делать не надо. А раз ничего делать не надо, бороться со грехом не надо, то вот ты уже и при жизни в аду. Потомки Тафана, Кореи и Эверона, то есть им Господь такое наказание дал, самое страшное, живьем в ад. Вы думаете только это, что значит живьем в ад? То есть они живут, сигнанты по плоти живут, но они уже в аду, то есть уже покаяние видимо отнято, то есть они в аду за то, что обольстились, дали себя обольстить, обмануть. Но они все, Господь милостив и к ним, то есть там в степени богохуйства разные. И примеры масса людей, которые из сектанства приходили в православие. Это вот Игнатий Ходорченко такой, Господь ему положил на сердце мудрые слова, как вот их обратить. Так, тут что нам за простымирский лоб кто? Сергей Игнатов. Это что-то половина по-украински тут. Не будем мы это считать. Политикой пусть политиканы занимаются. Наше дело проповедовать Христа распятого. Надо быть потененным патриотом Небесного Отечества и на этом аминь, Сережа. Уже разговаривали с тобой, что ты нам сюда эту политику все шьешь? Ну, потому что там он, вот он рядом, это нам здесь в России. Каждый день Бога благодарим, что он пробил тихое мирное время. Ну, поддержим брата Сергея. Держись, брат Сергея. Кто затошел он от политики и стал патриотом Небесного Отечества. Молись за победу Христа, Господа нашего, и все, будешь прав. Чем больше будет истинных христиан, тем меньше вероятность кровопролития. Ибо христиане оружие в руки не берут. Только так можно. Но, кто поверил нам, кто поверил, слышал от нас. Да не поверят люди, будут воевать, будут убивать друг друга. К сожалению. Мы поверили, мы на войну не пойдем. Вот. Был тут у нас тоже один желающий воевать, но никак. Ветром колебленный. Тон-то покаялся, что же я наделал-то, а потом все-таки опять скатился, на войну пошел. Подписывался он здесь, гуру. Так же, как бы. Вопросы? Ну вот, научились не задавать вопросов, видимо, Игорь Тихонович. Сейчас в интернете информации много, наверное. Находят там ответы, тем более у нас сокровище такое, сайт. Где отвечено 4124 пункта. Да сейчас еще и ролики выходят. То есть можно не только читать, но и смотреть, и слушать. Сегодня у нас человек нас посетил, Евгений, в Казахстане, по-моему, народом-то говорится. Тоже попался в наши сети интернетовские. Душа отозвалась, пришел к нам. Так интересно высказывал о своем обращении. Тоже благодаря роликам с видеоканалом о свете Библии. Да, Наталья пишет. Нет нации, есть христиане. То есть высшее звание во Христе нет нации. Во Христе нет ни иудея, ни елена, ни украинца, ни русского. То есть если мы два христианина, то мы не будем спорить, кто из нас правее, там, или за русских, или за украинцев, за донбассовцев. Роман тут какой-то хостикен. Я тоже благодаря роликам пришел, пишет вот здесь. Да, еще нет. Давайте зачитаем. Вопрос о патриотизме. Насколько он допустим для православных? Сергеев Тушенко отвечает. Он допустил только в том смысле, что ты любишь свой народ и желаешь им всем истинной веры в Иисуса Христа рождения свыше, а стране желаешь мира. Ну почему бы в стране так, ну, мира, конечно. Хорошо в мире жить. Что бы рыба не пропала, и он, наверное, в стенки вытащит. Кто бы говорил-то, патриот бывший, заговорил. А то она мокрая, такая. Американская. А ты был патриотом, ты не знал этого раньше? Не задумывался. Не задумывался. Сейчас, слава Богу, задумывался, Господь, я задумывал. Полностью все переменил. Все переменил. Кем ты был-то, расскажи. Военно-патриотическое какое-то движение у тебя было? Председатель общественного движения, ветераны-пограничники, начальник городского штаба молодежного, всероссийского, молодежного движения, юнармия. Микрофон пушки. Слышно так? Да. Начальник городского штаба молодежного, военно-патриотического движения, всероссийского, юнармия. Это заместитель главы народа по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Вот он, молодежи. Еще он. Рыжая рыжая. Еще он. Учил детей воевать, скажем. Не понял. Учил детей воевать. То есть, насопаливал их чуть что сразу, бери оружие. Идти убивать и быть убитым. А что случилось? Почему ты перестал этим заниматься? Бога уверовал. Стал ролики смотреть, здесь вникать. В учения. Поначалу сопротивлялось сознание. Тогда на занятиях спорил, приводил примеры. И про многие разные. А потом до меня дошло. Ориентиром Иисус Христос. Еще футбрафон обратно у тебя опять. Сейчас слышно? Да. Ориентиром стал Иисус Христос. Именно ориентиром. Которые? Можно приводить примеры разные. И прям... Ну, сомнится. Опять микрофон у тебя улетел куда-то. Что-то у меня это... Плохо совсем. Слышно, да? Да, да. Ну, в общем, я пересмотрел все, понял. А как отнеслись твои коллеги, которые к твоему решению? Кто-то пошел по стопам или все-таки остались при своем мнении? При своем мнении. Я из юнармии написал заявление, вышел. В общественную организацию ветераны-пограничники выхожу. Примал крещение. Еще не вышел, но сейчас собрание будет. Как в кадушке, фамилия. Объявлю, что... Я уже всю деятельность остановил. Официальную часть осталась завершительства. Аллилуйя твоему решению. Спасибо. Какими глазами смотрят на вас-то ваши бывшие коллеги? С недоумением. Ну, я тверд. Я тверд. Я всем говорю. Я в Бога уверен. Я всем говорю. Я тверд. Но они причину-то у тебя спрашивали, почему ты уходишь? Я объясняю. В Бога уверен. Это ты нам объясняешь. А им ты так? Им так же точно говорю. Так же точно. С твердостью, голостью, с уверенностью. Места Писания-то расскажи, чтобы любили врагов. Это легко прям. Можешь прочитать даже им. Из Евангелия от Матфея. Вот ты на месте не стоишь, брат. Ты растешь. Написано от веры в веру переходите. Видишь, у тебя все выше и выше. Крещение принял. Теперь такие важные решения в жизни. Показываешь другим людям веру. Своим примером. А еще и можно попроповедовать им. Помогите, Христос. Проповедую. Спасибо. Проповедую Евангелие. Сто книг пришло. Двадцать пять осталось. На Бухгалевистии. На просто неделю 100 книг раздал. Сколько? Сколько человек? А? 15. Что же человек? Сейчас вот. Да? Красный, да. Вячеслав посоветовал в следующий раз 500 брать. Больше, больше. Брать 500. Там еще он показывается. Плюс 9. Святая. Евангелие. Вот это засмер. Вот это засмер духовный. Самое интересное еще скажу. Я, кажется, говорил уже, армейские награды у меня, которые были, которые я гордился. На праздники, которые держал, на праздники одевал. И вдруг они, в какой-то момент я понял, что они потеряли ценность. Они ценность потеряли. Пустое. Все пустое. Вы слышите, что он говорит? Вы слышали, да? Я с вами. Я раньше гордился этими наградами, а сейчас, говорит, в одно время, говорит, понял. Зато Христос с тобою, брат. И мы тут рядом тоже, братья свои. Да. А что за церковь наша жива? У него все это сознательно. Братья и сестры. Он говорит, для меня. Всегда. Ну, не забывай про это, брат. Я помню. У меня магазин, я предпринимателем был, магазин у меня был, я торговал. В Тане пиво, сигареты. Да, в первую я купил пиво, сигареты. Плохо слышно, ближе. Здравствуйте. Ага. Я... А вот, слышим так? Да. Да. Магазин был, в продаже пива, сигареты убрал, все, у меня было. Синяя, ботинцы, у меня. Опять, как раз, он ходит. Что-то у меня, это, с наушниками, наверное. Слышен, да, сейчас? Да. С наушниками убрал. С наушниками убрал. Пиво, сигареты убрал. Убротимся. Ну, я в общем, это забыл. Тормозит. Я знаю, что... Нет, я уже ушел, она все, картинка моя, я считаю. Нет, 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 нет. И действительно вызывай, у меня, как говорится. Убей, я шагнул, вот я ушел. А я там еще так и стою. Да, мне плохая часть, брат, плохо слышать. Что-то брату надо там сделать, да? Микрофон что-то у него. Да, я приведу, что кто не слышал, что он торговал пиво сигаретами, но уверовал, исключил из оборота спиртные и табачные изделия, обанкротился и ничуть не жалеет об этом, как я понял. Да, правдиво? Да, ни капли не жалею. Вот, побольше бы такие банкротов у нас. Благословите, Господь! Верой до самого конца! Да, батюшке сказал, вот неделю назад с батюшкой, говорю, закрылся. Так, мол, так он с таким удивлением, ну сейчас современная жизнь, надо как-то, я говорю, даже сомнений нет, говорю, в правильности моего решения. Хотя он с удивлением на меня тут смотрел, вот так, красиво, чем кормить, я говорю, Господи. Микрофон, да, микрофон. Ну что-то у меня с микрофоном плохо, со связью. Мой починер в другой раз расскажешь, ладно? Да, да. Еще вопрос у кого, братья и сестры. Ну вот, в тему, в слово, в место писания о тебе. Матфея, 14, 44. Еще подобно царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое, найдя человек, утаил. И от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то. То есть ты продал это пиво, там, бросил все это, потому что у тебя радость на душе. То есть ты более сокровища приобрел, чем это материальное состояние, там, доходы от спиртного, от табачного. Но ты понимаешь, что теперь всех людей, которых ты отравил пиво и сигаретами, нужно возрождать Евангелие. Покаяние у тебя как воздал в четверо, то есть ты тела губил, а сейчас души возрождаешь. Душа настолько больше тела, что Господь простит, думаю, у тебя эти прегрешения. Да он в крещении простил, Сережа, ты что так слабенько-то? Господь, говорит, разорвал все грехи природные, за хребет забросил. Ибо ты сотворил грехи, дела достойные покаяния. Помолитесь, братья, вот кто помнит Андрея и Валерию, так они не попали в нашу общину, так и не пришли. Что-то они решились. Помолитесь, чтобы Господь не упустил их. Они изначально не хотели. Не, я молюсь о них, они у меня на молитве, прямо на память их имена приходят. Ихняя дочка Варвара Андрея. Она как крестилась? Валерия или Елена? Мы уже не помним, вроде Валерия ее называли. Валерия? Валерия так и осталась она. Ну, спаси Христос их, будем молиться. Спаси Христос. Может, у кого-то молитвенные просьбы есть, пожалуйста, у кого-то какие-то, может быть, семейные передряги, может быть, дети обращают. У меня мама отошла ко Господу, ну все, причастилась, конечно, не так давно, 19-го числа сентября. Помолитесь о Валентине, она верующая. Может, в списке кто внесет ее, помоги Господи. У них там восстание какое-то на улицах. Нет, там что-то рост. Душа ее упокоилась. Окна закрыть нельзя. Война. Ну, как мы желаем, чтобы в вечном покое в Царстве Небесном прибивали, чтобы именно она там и оказалась, когда придем мы туда. Если Бог даст нам, конечно, прийти. Она писала. Желаю всем спастись. Спасибо, Христов. Молимся, вот Ольга пишет. И в утреннем отправили, упоминали ее, молились. Спасибо всем, Господи. Так, ну что, если ничего нет, давайте помолимся. Достойно есть, а потом Елена Фавор помолится своими словами. Достойно есть я крова и стену. Блажите Тя, Благородицу, пресноблаженную и пренепорочную. И Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую, Благородицу Тя величаем. И Лена Фавор, молись, сестра. Господи, благодарим Тебя за то, что Ты собрал нас в этот воскресный день, в этой группе для чтения и изучения Слова Твоего. Да дарует нам Господь жажду исследовать Священное Писание, ибо через Него мы думаем иметь жизнь вечную, а оно свидетельствует о Тебе. Дай нам любовь к Святой Библии, хвала Тебе, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Семья Семенова, поклон от Игоря Дыбунова. Помоги вам, Христос. Аминь. Аминь.